В Нижний Тагил сегодня прибыл министр обороны России Сергей Шойгу. Глава военного ведомства решил лично осмотреть завод, на котором выполняется гособоронзаказ по производству, в том числе и новейших танков Т-14 «Армата». Подробности у Павла Чумакова. В сборочном цехе вовсю кипит работа. Специалисты спешат выполнить гособоронзаказ по глубокой модернизации танков Т-72 и другой бронетехники. На этом участке монтажники меняют всю электрическую начинку боевой машины. Здесь, в общем, до 5 километров проводов. Операции очень все важны. Сложнее, чем у хирурга, даже так скажу. Каждая операция сдается отдельно контролеру по паспорту, по операциону. Ход выполнения гособоронзаказа проверяет лично министр обороны Сергей Шойгу. В этом же цехе собирают и различные модификации танков Т-90С, которые стоят на вооружении не только России, но и других стран. И, кстати, не только их. 130-й цех УВЗ является единственным танковым конвейером в стране. Именно здесь сегодня и собирают самый современный танк Т-14, известный всему миру под названием «Армата». Работа, понятно, очень ответственная. Поэтому здесь трудятся специалисты только высочайшего класса, с одним или даже несколькими высшими образованиями. Сборка танков для них – предмет особой гордости. Конечно, есть гордость, очень большая гордость. У меня дочка и сын, они как бы, да, ой, папа, папа. Это ты ведь собирал, и они ездят, я говорю, ну, ты ездишь, да. Сергея Шойгу ознакомили со сроками и процессом сборки боевых машин. А также представили новые разработки высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса. Увиденным глава Минобороны остался доволен. Так что новыми заказами завод будет обеспечен еще как минимум на несколько лет. Павел Чумаков, Виктор Архипов, Вести Урал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!